Итак, дорогие друзья, доброе утро! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, изучать Мишлей, притчи царя Соломона. И сейчас все подтягиваются, кто хочет знать, что нам хотел передать мудрейший из людей царь Соломон. В книге Мишлей, письменной Торой, Яков Шатадин, шалом, хана, шамит, шалом, всем привет! И сегодня урок из Иерусалима, из Израиля. Мужик и мясорог смотрит. Вчера провел прекрасное мероприятие на 200 человек в Тель-Авиве, в центре Кабалы. Наверное, это лучшее мероприятие, которое у них вообще было со дня основания. В Тель-Авивском центре Кабалы. Но это такая Кабала, не настоящая. Вот. Хорошо, дорогие друзья, значит, мы находимся сейчас в первой главе. У меня в телефоне маленькая зарядка сейчас, я надеюсь, что хватит ее. Поэтому, значит, мы находимся сейчас в первой главе книги притчи. Вначале царь Соломон сказал нам о себе и о том, для чего мы изучаем. То есть для того, чтобы постигнуть, постигнуть божественную мудрость. Дальше он нам показал, мы чуть спустились в то, с чего начинает отец учить сына. Нам показали, что есть зло конкретное. Это зло, оно прямо нападает. Оно активное, оно нападает. И нам сказали, что мы отдалялись от зла всеми силами. Это он повторил урок своего отца, царя Давида, который сказал, Сур-Мирава-Асетов, отодвинься от зла и делай добро. То есть первое, ты должен отодвинуться от зла. Как в Брешит написано, что Бог создал сердце человека злым от рождения. То есть есть вот этот Ецарара, злое начало. Сразу появился первый человек, Адам решен, его жена Хава. И змей, который их совращал. И в первой же их взаимодействии получилось, что зло победило. Победил змей. Он их сдвинул с того, чтобы они выполняли волю Бога. То есть поэтому, кстати, Саламон тоже нам в начале Шлома Мелла, в начале Мишля, он нам говорит о том, что зло, оно будет тебя соблазнять. Оно будет тебя сдвигать. И ты от него, он нам посоветовал, убегать. И дальше он сказал нам очень такую ключевую фразу, на том мы остановились в последнем уроке. Это был девятнадцатый. Девятнадцатый был отрывок. Там он нам сказал, что Архот кольбоцея беца этнефеш балавыках. Что пути всякого жаждущего наживы душу хозяина заберет. И мы видим действительно, что если мы проанализируем, ну я могу сказать про себя больше, что даже сейчас перед уроком я нырнул просто в какой-то рабочий процесс и переписывался там с сотрудниками компании. Один проект, второй проект. То есть настолько, настолько вот эта вот деятельность по приобретению этого мира, она настолько увлекает и завлекает, что, ну вот как бы, когда говорится, душу хозяина заберет, имеется в виду силы, время. И вот вчера был, например, да, был семинар прекрасный, и там был, например, выступал Евгений Черняк. И вот он работает день и ночь, чтобы создать лучшую компанию в мире. Или там Джек Ма, он приводил его пример, человек, который создал компанию, которая стоит 500 миллиардов долларов, Алибаба. И спрашивает Джека Ма, ну как, как надо жить? Он говорит, а очень просто, говорит, надо работать 16 часов в день на протяжении, там, я работаю 20 или 30 или 40 лет. И, ну а зачем? В итоге-то Джек Ма, а его спрашивают, и что? Он говорит, ну вот я создал вот эту всю компанию, все такое. Но, как бы, в итоге, вот он создал, потом он отдал свою жизнь созданию этой компании, и в итоге Джек Ма, он умрет, и все, его не останется. Поэтому это нас царь Соломон предупредил, что, говорит, душу, тот, кто стремится к наживе, душу владельца это заберет. Теперь дальше он нам дает альтернативный путь. Он нам предлагает альтернативный путь. 20-й отрывок первой главы начинается с того, что хахмод бахут сторона. Значит, хахмод это божественная мудрость, бахут снаружи, она, торона это такое слово, ну, тихонько говорит, да? Тихонько говорит, напевает, вот так можно сказать, напевает. Божественная мудрость снаружи напевает. Сейчас мы дальше узнаем. Барахавод титенкула. На улицах она дает свой голос. Вообще непонятно. Вообще непонятно, если бы не объяснение, то этот отрывок был бы нам непонятен. Теперь давайте разберемся, как происходит постижение божественной мудрости. Вот человек узнает, узнает он что-то, вот прочитал он отрывок из притчи. Значит, хахмод божественная мудрость снаружи напевает, на улицах дает свой голос. Ну, хорошо, услышал. Когда ты слышишь снаружи какую-то фразу или какую-то идею, эта идея, она вначале входит тебе в голову, да? И ты эту идею можешь повторить внутри, ну, как бы подумать. Ты ее проговариваешь внутри. Но так как у человека в день 70 тысяч мыслей проходит сквозь его сознание, это почитали ученые, я проверил, оказалось, это мысль в секунду. То когда я слышу какую-то мысль, и она мне входит в голову, в следующую же секунду ее вытесняет другая мысль. Если я хочу какую-то мысль сохранить и сделать своей, то я должен ее схватить, когда она вошла ко мне в голову, и начать с ней работать. И когда говорится, что божественная мудрость вначале она, бахуц это часть дома, которая, маме вам объясняют, где обычно крутились дети и женщины. Какой-то дворик такой, да, снаружи дома. И вот, когда я поймал эту мысль, я начинаю ее проговаривать. Когда учат Тору, учат вслух. То есть, если я мысль услышал и начинаю сам ее проговаривать, в этот момент, в этот момент, эта мысль закрепляется, более сильно закрепляется у меня в голове. Итак, значит, хохмот бакут старена, мысль, она снаружи напевает. Я ее начинаю проговаривать. Бараховод тетен кула. А потом я ее говорю громче. Говорю ее громче и кому-то объясняю. Вот я сейчас эту мысль, как бы, да, этот отрывок, я его услышал. Потом я его проговариваю. Проговаривая его, проговаривая, уже эта мысль закрепляется в моем мышлении намного сильнее. То есть, любая идея, которую ты где-то услышал и проговариваешь, она закрепляется сильнее. Царь Соломон говорил, что нужно закреплять идеи Торы. Поэтому, когда вы какую-то услышали мысль, вы начинаете ее говорить. Потом дальше. Двадцать первый отрывок. Берош омиет текра. На рош, это как бы, ну, голова переводится. Омиет, общественное собрание. Текра, будешь ее произносить. Дальше, когда ты какую-то идею, ты ее уже произносишь публично, вот как я сейчас, например, делаю это публично, то в этот момент, в этот момент она намного сильнее входит в твою жизнь и в твое сознание. Потому что одно дело, ты просто вслух произносишь, а другое дело, когда люди тебя слушают, и ты более включен в этот процесс, ты с этой мыслью соединяешься, и она начинает влиять не только на тебя, но и на окружающих людей. И дальше, бепитхей, шаарим, баир, амарея, томер. И дальше, у ворот города свои слова ты будешь произносить. Дальше, у ворот города собирались уже умные, мудрые люди, и когда ты уже эту мысль произносил несколько раз, и она прошла проверку, то есть тебя камнями не затедали, то в этот момент ты уже с этой мыслью соединился, она стала у тебя мощной. Ты можешь уже выступать публично, проводить мероприятия, тренинги и так далее. То есть это нам всем путь, как приобретать божественную мудрость. Услышал, произнес, рассказал, рассказал более громко другому количеству людей, и начинаешь с этой мудростью уже выступать перед мудрецами. Но дальше он продолжает 22-й отрывок, он говорит Он говорит, но большинство же так не живет, большинство людей живет совершенно в другой парадигме, в другой концепции. Он говорит так. Адматай говорит, до каких пор птаим это новинные, будете вы любить, птаим это соблазнение. Но он говорит, давайте посмотрим, как живет мир. Мир живет по-другому. Если мы возьмем, например, YouTube, соцсети и так далее, мы увидим, что миллиарды людей, не миллионы, миллиарды людей, они смотрят в основном развлекательный контент. Это называется наивные, любят соблазнения. Вы летим, лацон, хамду, лаэн. Летим это насмешники, лацон это насмешничество, хамду это вас желают им. Большинство людей не хотят мудрости. Они не хотят напрягаться, они не хотят углубляться, они не хотят думать, они хотят убежать от реальности в какие-то смешные, веселые, но абсолютно пустые истории. Например, сериалы и так далее. Выдуманная жизнь, но которая выдумана и показана интересно и красиво, она человека забирает от реальности, и он отходит от себя, от своей жизни, от своих целей, от понимания вообще, зачем я здесь и что я должен сделать. Это как раз касается, ну массовая культура, масс-культура. И он говорит следующее, куда это следующее переходит? Укселим и снудаат. Значит, есть уровни духовного развития, есть уровни погружения в грех. Это все многоуровневая система, не черная и белая, а это движение, направление в сторону святости и движение, направление в сторону греха, грязи, удаление от Всевышнего, материальности и так далее. То есть есть два разных как бы полюса. Есть духовность, это духовный мир, который вообще в нем нет материальности. Есть жесткая материальность, это камни. Камни, вот, ну, такая вот неживая природа. Теперь и каждый из нас находится где-то внутри есть этого, да, вот есть камни, потом есть растения, они уже живые. Но они, они живее, чем камень, но они явно растения менее живые, чем животные. Потому что животные, у них уже есть вот эта вот животная душа, они уже издают звуки, они млекопитающие, они играются друг с другом и так далее. Теперь есть человек, человек, это животное, но которое разговаривает, которое может говорить, передавать, писать стихи, там, рисовать картины. То есть это уже человек. Теперь есть человек духовный. Человек духовный это тот, кто знает про Бога и тот, который думает про Бога, который начинает осознавать свою душу и он все больше и больше может подниматься на духовный уровень. И потом, если самоосознание человека, его самовосприятие и самоопределение, его выбор, он привязывает вот это внимание к душе, к духовной части, то в итоге, когда отмирает его, его вот этот вот биоскафандр, его тело, то его я, оно остается. В этом смысл духовного развития, в этом смысл приближения к Богу, чтобы сохраниться и не исчезнуть. То есть это, это та идея выживания, которая человека двигает вообще по жизни и которая его может двинуть, если он узнает как. Может его двинуть к вечному выживанию. Вот это вот та идея. Но, говорит царь Соломон в 22-м отрывке, до каких, до какой, до когда наивные вы будете любить вот это соблазнение наивность и насмешните будете любить насмешненство и вожелать его. Значит, уксилим. Ксиль это уже грешник, который знает о том, что есть духовность, есть Бог, есть духовное развитие. Но он, ксиль, он говорит, я не могу, у меня моя материальность, моя вот эта животная часть, она сильнее, чем, чем мое намерение двигаться в сторону Бога. И вот этот ксиль, это уже тот, кто делает грех, делает то, что Бог сказал, делать нельзя. Но он это делает по причине того, что его материальность, его вот это вот желание, оно его тянет вниз. И он говорит, до каких пор вот эти вот ксилим, грешники по вожделению, будете вы ненавидеть даат. Значит, даат это восприятие мира, когда ты воспринимаешь мир таким, какой он есть. И когда ты, то есть грешник, это тот, кто знает о том, что правильно и грешит. И вот когда уже узнал человек о Боге, о Торе, о заповедях и так далее, и он этим всем пренебрегает, и он начинает ненавидеть познание. В Каэлите, в Экклезиасте, царь Соломон говорил в конце первой главы, что марбе хохма, умножающий хохму, умножающий божественную мудрость, марбе каас, он увеличивает гнев. И Юсиф даат, тот, кто добавляет даат, он Юсиф коэф, он добавляет боль. И вот здесь как раз вот описан этот процесс, в который попадают те, которые каким-то образом уже познакомились с божественной мудростью, с Богом, с Торой, с заповедями, и потом у них наступает, почему же тогда увеличивается гнев? Потому что когда ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя, и в этот момент нарушаешь, что увеличивается гнев Всевышнего на тебя. Потому что ты уже знаешь о Боге, и ты нарушаешь. А почему увеличивается боль? Потому что когда ты уже познаешь вкус истины, а потом ты от нее отворачиваешься, то все равно внутри есть боль. И потом эта боль, она как бы еще и приходит в виде наказания. Дальше царь Соломон от имени, царь Шломо от имени Бога, божественной мудрости, он здесь говорит, он говорит, «Ташуву ле тохахти». Он говорит, «Вернитесь, вернитесь к моим тохаха». Это увещевание. Это то, что мы сейчас читаем и понимаем. Это называется увещевание словесное. Ну, то есть, он нам объясняет, это царь Соломон, это дословный перевод, это письменная Тора. То есть, это то, что мы узнаем. И он говорит, «Вернитесь к моему увещеванию». Он говорит, «Я к вам обращаюсь в свой дух». Имеется в виду свое намерение. То есть, вот сейчас конкретно царь Соломон, и через него Бог, он рассказывает, он говорит, «Я вам направляю свое намерение». Он говорит, «Я вам сообщаю свои слова». Значит, здесь очень интересная, здесь идет такая как концепция, что любой преступник, ему вначале объясняли, что преступление делать нельзя. Любой водитель, который попал в пьяном виде в аварию, знает, что пьяным ездить нельзя. И есть в начале, Бог сообщает всем правила поведения. Сейчас нет в мире человека, который бы не знал бы, не слышал бы про 10 заповедей. Все знают про 10 заповедей, до единого. И есть возможность узнавать дальше, есть возможность углублять свои знания, есть возможность у каждого жить честно, жить правильно, жить духовно. А дальше выбор, дальше выбор. И он говорит, прямо вот взывает, говорит, «Прислушайтесь, прислушайтесь». В Израиле, когда ездишь на машине, по радио все время звучит слова, что пристегивайтесь, не ездите быстро, соблюдайте правила движения. То есть, постоянно идут предупреждения. Тем не менее, практически каждый день случаются аварии с несколькими погибшими, которые чаще всего они не соблюдали правила движения. И таким образом, таким образом, с ними, не дай бог, случились вот такие вот неприятные вещи. Значит, что мы отсюда узнали? Отсюда мы узнали сегодня следующие вещи. Первое, что мы узнали, каким образом божественная мудрость звучит. Она звучит вначале, как тихий голос извне. Потом, если ты хочешь ее сделать управляющей силой в своем мышлении, ты должен ее проговаривать, рассказывать, обсуждать. То есть, это работа. Это работа. Теперь, обратную сторону нам показали, что до каких пор наивны вы будете просто вместо того, чтобы заниматься духовной работой и развития, вы будете любить просто пустоту, насмешничество и так далее. И дальше рассказывается, куда это приведет. Это приведет к тому, что человек становится ксиль, это грешник по вожделению. То есть, его вожделение, его плохие привычки, его, его, вот это вот, ну, животная натура, она захватывает людей. Самый, конечно, ужасный случай и яркое отражение, это наркотики, когда всех предупреждают, не употребляйте наркотики, не употребляйте наркотики, это ведет к смерти. И человек, он берет это легкое удовольствие, оно вначале его захватывает, потом оно его захватывает, а потом он становится рабом наркотиков, и потом он в этом рабстве, он не может уже из него вырваться, он начинает воровать, и в конце концов, он умирает ранее смертью, потому что он выгреб свою долю вот этого вот удовольствия в этом мире, запрещенным путем, и потом он за это платит своей жизнью. Очень часто мы за свою тягу к греху платим своей жизнью, и поэтому, поэтому нас предупреждали, а теперь мы должны что делать? Мы должны с помощью Торы, с помощью Бога, написано так, что тот, кто молится Богу и просит, чтобы Бог ему помог, очистится, ему помогают. Тот, кто хочет запачкаться, то есть идти в сторону Бога, ему не мешают. Вверх в гору лезть сложно, но Бог помогает. Катиться с горы легко, и Бог не мешает, иначе, иначе не было бы свободы выбора, иначе не было бы награды. Интересно, я сегодня читал, есть такой миллиардер Рей Далио, и он, он говорит, такой интересный пример, он говорит, в общениях со своими родными и близкими я не даю им то, что они хотят, то есть чаще всего я стараюсь не давать им то, что они хотят, и этим самым я делаю лучше для них, потому что, когда человек не получает то, что он хочет, то у него включается внутри сила, которая заставляет его получить то, что он хочет, и с помощью этой силы он развивается, и получая, что хочет, он получает намного больше удовольствия плюс силу. А так как мой главный подарок для моих родных, как он говорит, я верю в это, это дать им силу получать и достигать то, что они хотят, то я считаю, что несмотря на то, что эмоционально они на меня обижаются, но я им даю, не давая им то, что они хотят, я даю им намного больше, я им даю силу и большую радость от того, что они зарабатывают и получают то, что они хотят с помощью своего усилия и своего труда плюс сила. Теперь, то же самое сделал это, он описал модель, по которой Бог создал человека. Бог мог бы дать человеку все, вечную жизнь, рай, сделать его ангелом, дать ему все, что угодно, но в этом случае человек бы не заработал бы то, что Бог ему дал и это называется, как в Талмуде, лахмаде, в общем, хлеб позора, то есть, когда дают подачку, когда просто дают, то это становится неудобно, неудобно брать, но когда Бог создал человеку условия и сказал, я тебе даю сложную ситуацию, есть против тебя злое начало, есть у тебя Тора, которое средство против этого злого начала, если ты выбираешь Тору и ты начинаешь ее учить и ты начинаешь к ней тянуться, ты победишь злое начало, но у тебя все время будет с ним соревнование и тогда ты выиграешь и вечную жизнь, и рай, ты все выиграешь и для тебя это тогда будет реально заработано твоим трудом. То есть, вот сегодня вот этот вот миллиардер Рей Далё, он как бы повторил ту схему, по которой Бог создал человека, очень интересно, как он до этого додумался, но так оно и есть. Поэтому все достижения, заработанные своим трудом, они приятные, они доставляют огромную радость и вот поэтому мы должны своим трудом, изучая Тору, получить вечную жизнь, любовь к Богу, близость к Богу, это очень хорошо и интересно. Все, напишите свои выводы, удачи и успехов, прекрасного дня и победы в этой войне со злым началом. Нужно каждый день побеждать свое вот это животное злое начало. Все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok